денис приветствую тебя привет всем торговая сессия четверга наш с тобой традиционный эфир обсуждаем рынке подсказываем нашим подписчикам интересные возможности которые есть тех инструмент которые анализируем и конечно же стараемся добиться того эффекта чтобы наши точки зрения совпадали и не противоречивают чтобы как бы было более такой резонное основание для принятия торговых решений но иногда точки зрения расходятся тоже абсолютно нормально поэтому друзья мы ни в коем случае не претендуем на истину говорят первой инстанции мы лишь озвучиваем точки зрения фильтруете информацию источников очень много подключаете ваш собственный анализ именно техническое видение возможно фундаментального фона и уже на основании этого принимайте конкретное решение для фактического действия но мы будем в этом помогать денис как насчет того чтобы сегодня пробежаться по традиционным инструментом индекс доллара как автоматика всего валютного рынка можно посмотреть британскую валюту учитывая то что на этой неделе он то точно щеголяет макроэкономическим отсчетом очень много релизов и есть на что обратить внимание даже вот задушнее такого сесть это данные по уроничным продажам которые тоже могут стать источником дополнительных движений британс можем золото посмотреть и фондовый рынок сша нормальный набор да эту газа отлично давай тогда начнем с меня так индекс доллара 103.07 локальный рост продолжается и в частности он опирается на тот факт что к доллару стали внимательно относиться из-за геополитических рисков ну явно трейдеры решили что доллар куда более лучшая защита чем то же самое золото потому что чем больше плохих новостей сейчас мы получаем с ближнего востока тем более как бы это странно не звучало агрессивно распродают золото которое обычно таких условиях должно пользоваться спросом но иногда рынок не совсем логично укрепление курса доллара разумеется сейчас также еще подогревается ожиданиями спекуляциями того что американский регулятор шан может и не начать мягчать монетарную политику как это ожидалось в марте я рекомендую ориентироваться на инструмент в эту чтул посмотреть на то как меняются настроения и рекомендую обращать внимание на этот релиз каждый раз когда выходит какой-то значимый макроэкономический отчет потому что настроение меняется даже на 3 дня вот например вчера вышли данные по уроничным продажам и промышленному производству статистика как мы помним казался неплохой не разочаровала наверное сейчас не будем останавливаться по факту на тех цифрах которые вышли не будем забивать голову на подписчикам на те кто смотрит контент но после выхода этих релизов вероятность снижения процентной ставки в марте снизилась она до этого была 62 процента потом упала до 60 процентов сегодня на повестке еще два отчета важных по рынку недвижимости и по первичным заявкам на пособие в разработке поэтому тоже логично предположить что после выхода этих релизов вам нужно будет снова оценить мнение рынка посмотреть как изменится вероятность и ожидания трейдеров касательно потенциального смягчения поедки в сша но при том что вероятность все равно остается в районе 60 процентов и с конца прошлого года она повысилась я пока что еще пытаюсь разобраться именно в том что с долларом может произойти дальше но наверное скептик во мне говорит о том что доллар могут очень быстро распродать также как и затащили его к локальным максимум последние дни и в этой связи я рассчитываю на то что все-таки американский регулятор будет нас в последующей неделе постепенно готовить к тому что ставка будет снижена я в это верю марте последний обзор от голлман сакс также подтверждает что аналитики голлман сакс тоже уверены в снижении ставки в марте и потом еще допускают четыре снижения до конца этого года поэтому пока индекс доллара не улететь выше отменки 103 50 где может я пересмотрю свою точку зрения я буду придерживаться короткие позиции британская валюта 126 85 очень высокая волатильность вверх вниз ходим и это движение которое мы наблюдаем с начала недели движение опираются на макроэкономическую статистику потому что трейдеры спекулируют на идее того что будет делать банк англии с процентной ставкой если в начале недели когда вышел отчет по рынку труда и мы видели в цифрах что очень сильно снизились темпы роста заработной платы это позволило участникам рынка предположить что банк англии пойдет на отмечения политики раньше чем ожидалось до этого но вчера вышел отчет по инфляции он опять же перезагрузил мышление и трейдеры теперь уверены в том что банк англии если согласует первое снижение ставки произойдет в лучшем случае концу этого года данные по инфляции выросли в месячном выражении базовая инфляция основной нас потребительских цен что доказывает идею того что британская экономика остается по-прежнему как бы заложником высокой инфляции и на мой взгляд проблему с инфляцией в англии ее будут решать дольше чем в других странах мира потому что так получилось что инфляция в англии достигла немыслимых уровней и в течение длительного времени остается одной из самых высоких среди развитых стран поэтому банк англии будет прям замыкающим в составе центральных банков которые пойдут на смещение экономической политики я думаю что фунт может себя очень неплохо проявить вообще в этом году и жду движение уже старта к косочной перспективе в район отметки 1 29 1 30 по золоту 2010 долларов за тройкунс очень интересное движение сейчас происходит золото остается крайне волатильным на несколько десятков долларов входит за одну торговую сессию поэтому внимательно друзья как бы вы не были уверены в том что золото может повести себя определенным образом ну например продолжить развитие медвежьей динамики поверьте очень быстро ситуация может измениться тем более что здесь у нас и близость планки 2000 и геополитика сегодняшний новостной фон о том что взаимные атаки скажем так продолжаются речь идет о ближнем востоке уже конфронтация скажем так ирана ирака с участием сша великобритании и все это тянется еще от палестины израиль поэтому за этим новостным фоном тоже нужно следить я вообще не удивлюсь если по факту например появление следующей новости я думаю что негатив к сожалению золото может все-таки оказаться более востребованным активом и снова улететь выше 2037 поэтому пока держится планка 2000 я оптимист отношении золота ну собственно так же как и по ситуации с долларом ожидаю там снижение и соответственно должно оказывать поддержку для рынка драгоценных металлов и по сэнпи кулуарно с тобой обсудили до сезон квартальных отчетов стартовал уже это безусловно будет основным акцентом для трейдеров в ближайшей неделе 4770 по сэнпи ты знаешь вниз я все-таки считаю что американский фондовый рынок задолжал трейдерам новые исторические мотивы можно так сказать и полагаю что при определенном развитии события когда будут публиковаться вот уже акции точнее отчеты компании не банковского сектора нас больше интересует высокотехнологический сектор то там будут сюрпризы которые могут толкнуть сэнпи выше и надеюсь то что эти сильные отчеты совпадут еще и с тем что рынок снова вернется к идее уместности смещения экономической политики на сша что тоже еще в конце прошлого года даже в начале этого было попутным ветром для индексов американских и помогло сэнпи как раз обновить эти максимум протестировать сопротивление 4 800 я думаю что 4 900 5000 это мои цели на 2024 год и полагаю что мы их можем достичь гораздо раньше чем кажется на первый взгляд так и не слово тебе да я думаю уже видно но что сказать у нас снова небольшая раскорреляция во мнениях дело в том что я точно даже какие-то на прошлой неделе в четверг говорил о том что больше ожидаю именно продолжение укрепления индекса доллара и ослабление остальных валют против него то есть мы это увидели как раз на протяжении вчерашнего позавчерашнего дней и сейчас я практически уверен что ситуация абсолютно не поменялась насчетом перекрытых сегментов значит если в целом оценивать ситуацию по фунту то у нас вообще движение в диапазоне то есть у нас диапазон от 1 26 до 1 28 такой 200 пунктовый диапазон и в нем цена движется сверху вниз снизу вверх и так далее значит последний ценовой выброс который был сделан вниз он был сделан после очень сильного длительного накопления как правило такие накопления делаются не для того чтобы цена потом запросто на мелких объемах пошла пробивать снова его вверх то есть такая вероятность развития событий существует но я даю им очень маленький процент плюс ко всему если смотреть по опционам вверху у нас ожиданий вообще никаких нету то есть к чему то есть там нет как таковых денежных уровней которым бы действительно цена могла стремиться те которые денежные уровни там действительно были и сохраняются сейчас фактически цена прямо на данных уровнях сейчас находится у нас по мере того как цена падала была сформирована хорошая зонка продавцов диапазон 1 27 21 27 65 и с этого диапазона и как раз таки если все-таки добьют к этой зонке то с этого диапазона ожидаю падение в район 24 с половиной 1 25 то есть на полное перекрытие вот это вот последнего восходящего сегмента вот по кумулятивной дельте сейчас у нас бы она такая скажем сонаправленная то есть немножко вверх немножко вниз поэтому особо на него смотреть смысла нет но те объемы которые были у нас основные накопительные они по-прежнему остаются вверху также депок всего мартовского фичерсного контракта у нас тоже остается вверху в районе 1 27 25 поэтому если честно я не вижу сейчас предпосылок серьезных для роста до были там локальные кульминации внизу цена отскочила от 1 2 маржи но как по мне этого в данном контексте будет недостаточно для того чтобы мы пошли на перехай поэтому я сохраняю медвежий взгляд по фунту вниз касательно индекса доллара как раз на прошлом в рифинге говорили о том что цена как если цена находится в области какого-то сильного сопротивления и длительно там проторговаться не получая при этом реакцию вниз то в основном это происходит в моменты когда будет формироваться дальнейший пробой пробой на этой неделе мы четко увидели вот после дня марта на литера кинга полноценно вернулись торговлю американцы и мы четко увидели пробой тот самый верх о котором предупреждал и считаю что он не закончен то есть что цена будет еще добивать выше то есть на перекрытие полного сегмента вверх то есть это в район приблизительно 104 это сейчас округленное беру значение и затем же только после этого будем говорить о каком-то локальном снижении там внутреннюю коррекцию и так далее это уже будем смотреть потом я думаю как раз на следующей недельке но исходя из того что вот вижу именно сейчас то я не вижу на чем здесь продавать да там подошли к локальным уровням сопротивления но это ровным счетом особо ничего нам не дает то есть чисто как локальный внутренний отскок да но как продолжение движения я думаю что вверх все-таки добьют поэтому и по фунту у меня зеркальный сценарий как раз и получается эти же мысли подтверждают золото потому что по золоту я абсолютно не разделяю мнение касательно его роста и то что происходит там нападение и так далее это ровным счетом на рынок никакого влияния не имеет почему потому что во первых это уже все включено в цену это раз во вторых если что-то вот такое резко в мире происходит рынок на него реагирует лишь один раз когда это происходит второй раз третий раз а сейчас нападение сколько по моему три было да вот последний буквально вчера вчера была ночью то после таких вот трех нападений рынок уже абсолютно перестает на это все реагировать ему до одного места это все становится и поэтому фактически бра баллом правят большие деньги ну то есть так так было есть и остается на протяжении многих уже веков поэтому то что на нападение там возможно еще дальше будут я думаю что не более чем коррекцию нам дадут по золоту значит ближайшая область от которой можно дополнительно продавать находится вот в районе 2020 2030 вот такой вот диапазон 10 шириной в 10 долларов то есть 100 тиков и с этого диапазона соответственно дальнейший выход вниз меня лично целевой ориентир в район вот еще 970 1990 это область которая подкреплена опционами которая подкреплена у нас локальными уровнями поддержки также есть еще такой один весьма крупный стратегический но он не подходит для отскока абсолютно он больше подходит для фиксации плюс у нас есть нисходящий канал все трендовые поддержки которые мы могли здесь построить они уже все давно были пробиты не вот поэтому как как таковых причин для отскока ну я лично сейчас не вижу да вливали сюда объем например по аскам вот они были у нас с перекосом точнее по аскам но реакции никакой вверх не дали абсолютно поэтому я не вижу честно на чем здесь можно расти и следовательно то есть ожидаю продолжение снижения вниз а первая так как кстати которая хуситов была она дала чисто локальное движение вверх и то внутри этого движения на часовом графике очень четко вверху была видна кульминация с подтверждением точных объемов сейчас покажу как раз как это выглядело онлайн и почему именно от уровня 2060 продавал нас вот как был сделан рост то есть последний импульс роста был да на повышающихся объемах но самый крупный кульминационный объем был как раз таки на продающей свече с дополнительным вливанием точного объема по бидам то есть это были рыночные продажи сочетаемые также с одной-второй маржой и пред предыдущими локальными уравнями сопротивления поэтому опять таки здесь причин для роста как таковых вообще не было но поэтому такие вот новостные я бы назвал их даже истеричные движения они как правило очень быстро заканчиваться и дальше цена идет уже в том направлении в котором изначально закладывались объемы поэтому золото я также вниз по-прежнему и касательно s&p 500 значит здесь ситуация очень сложная дело в том что на протяжении целого месяца вот начиная середины декабря прошлого года цена у нас в одном диапазоне длится до сих пор то есть на торговаться возможно она еще и будет дальше на торговаться на торговаться сейчас стартовал сезоносчетности банки отчитались достаточно хорошо при этом я смотрю что заливают очень крупные хеджи по умещенным опционам внизу вообще в районе четыре тысячи триста и с учетом того что цена сейчас вот смогла все-таки закрепиться под основными объемами продавцов у нас вот очень четко показаны по бидам объемы также локальные проторговки которые сделаны контрактный депок текущего мартовского контракта этого я бы предположил о том что следом за остальными валютами золотом и прочими рисковыми инструментами индекс s&p 500 также покажет снижение ну хотя бы локально вот сюда вот к уровню близлежащей поддержки в район четыре семьсот более стратегически я конечно целюсь на четыре шестьсот то есть это более стратегическая коррекция потому что ноги начали уже забывать о том что индекс у нас без коррекции рост достаточно длительно то есть начиная от уровня там четыре сто 20 вплоть до четыре восемьсот двадцать у нас вообще коррекции не было была небольшая остановка но не коррекция то есть если посмотреть на предыдущие движения то нечто аналогичное было вот здесь но и то даже внутренние откаты были побольше и потом уже пошли более серьезная коррекция поэтому я думаю что здесь нечто аналогично у нас может проявиться тем более я на на протяжении текущего года где-то ближе вот пожалуй к осени зиме больше все таки к осени ожидаю что рецессия в сша начнет себя уже полноценно проявлять поэтому то что нам рассказывают фрс о мягкой посадке то же самое все они рассказывали в 2008 году слово в слово буквально было все мы помним почему это привело поэтому я не разделяю оптимизма на более долгосрочный сценарий считаю что рецессия у нас такие состоится но это скорее всего где-то осенью будет по поводу мартовского снижения ставки фрс неделю назад еще было ожидание 72 процента что будет снижение сейчас вот пока ты как раз говорил фундаментальную точку зрения я просмотрел фидвотч уже 59 процентов если с таким успехом а это все-таки заседание мартовская 20 марта у нас еще полноценных два месяца впереди поэтому могут реально если будут поступать данные о том что там нефть дорожает как следствие там дорожает и фракт дорожает проходы там через уэцкий канал например сейчас на 15 процентов подняли стоимость прохода то есть следовательно начнут расти цен на товары разгонять инфляцию и может фрс быть сильно настойчивым в том что все-таки высокую ставку нужно сохранить чуток подольше а точнее до мая месяца поэтому сейчас очень такая пограничная ситуация и поэтому разыгрывает эту карту с ростом индекса доллара думаю именно в основном по этой причине а потом уже когда вот если вдруг марте действительно ее не понизят вот тогда уже индекс доллара может достаточно сильно свалиться потому что в мае уже ожидание там просто колоссально идет на снижение так что если локально я все-таки больше склонен полагать что мы еще пока укрепление индекса доллара вот увидим и снижение остальных рисковых инструментов против него денис спасибо тебе за твою точку зрения ну что еще раз сегодня два отчета из сша первичные заявки данные по рынку недвижимости в целом как мы с тобой правильно уже определили сейчас рынок очень чувствительны каждой статистике каждому релизу и все это закладывают проецирует его вероятность изменения процентной ставки поэтому как бы извечно на рынке два лагеря трейдеров те кто закладывать под одну идею под другую и возникают иногда моменты когда приходится менять свои точки зрения поэтому у нас денисом регулярные встречи каждый четверг и держим руку на пульсе случае чего готова скорректировать предположение денис спасибо тебе что опять же нашел время подключился подсказал детально разложил по всем этим инструментом точно я думаю смотивировал на конкретную торговлю многих участников рынка те кто будет следить ну и тебе тоже хорошего закрытия недели и классных выходных спасибо большое конечно же взаимно всем пока пока до встречи